Ну что ж, здравствуйте, дорогие партнёры! Я рад вас приветствовать на сегодняшнем с вами таком эксклюзивном тренинге, специально для тех людей, кто был на событии в октябре месяце на Кипре. Вы знаете, мне, когда поставили такую задачу, попросили о том, чтобы, значит, надо снять вот такой некий материал, некое послание для вас, естественно, я задал вопрос, какую тему вы хотели бы рассмотреть. Вы знаете, лидеры, ваши ваше стоящие спонсоры стали мне присылать различные темы, мечты-цели, мой первый год в холдинге, первый месяц работы и так далее, и так далее. Очень такие, знаете, разные темы. Но прочитав вот всё это, я понял одну простую вещь. Вы знаете, на самом деле человеку, когда он только начинает свой бизнес, как я думаю, важно всё-таки преуспеть. И важно всё-таки не запутаться. Почему так происходит очень часто, что люди талантливые, люди интересные, приходят в сетевой маркетинг, и у них не получается бизнес. Вы знаете огромное количество таких примеров в различных компаниях. И заметьте, ничто не мешает людям преуспевать в компаниях разных, с разными продуктами, с разными маркетинг-планами, с разными президентами в разных странах по всему миру. И точно так же ничто не мешает людям не преуспевать в тех же самых компаниях. Получается, что причина не в компании, причина не в продукте, причина не в маркетинг-плане, причина не в стране, причина не в вашей национальности, не в том, мужчина вы или женщина, а причина по большому счёту в самом человеке. В самом. О чём я говорю? Вы знаете, когда мы начинаем свой бизнес с сетевого маркетинга, и очень важно чётко понимать, что вы хотите добиться и как это сделать. То есть вот не запутаться. И мы об этом с вами сегодня поговорим. По большому счёту сетевой маркетинг – это очень простой бизнес. И в этом его проблема. Почему? Потому что я помню свой первый год, когда я пришёл в сетевой маркетинг, свои первые несколько месяцев, я считал, что я обязательно должен быть экстраспециалистом в области сетевого маркетинга, в области продукта, в области приглашений, в области рандеву, проведения первых встреч. Я изучал все продукты, я изучал все буклеты. И это, безусловно, важно для понимания. Но очень часто, если вы работаете с продуктом, который позволяет людям похудеть, нужно просто говорить им о том, что это стоят такие деньги, и у этого есть такие результаты. И этого достаточно. Очень часто для того, чтобы подписать людей в бизнес, нужно не обладать какими-то суперэкстраординарными способностями для того, чтобы, вы знаете, как-то так, очень по-профессорски проводить рандеву, а достаточно очень просто показать маркетинг-план, показать, как зарабатываются первые тысячи евро, и показать результаты людей. Вот простота — это ключ. То есть это ключ к успеху в сетевом маркетинге. Именно простота. Повторяемость. Сегодня многие из вас, может быть, сидят и думают, ну сейчас он нам расскажет какой-то свой суперсекрет, как делать бизнес. Давайте допустим, да, то есть что у меня такой секрет есть. Как вы думаете, я его приобрел? То есть однажды ночью я спал, открылись окна, значит, зашуршали занавески, и появился архангел сетевого маркетинга и сказал мне, я сейчас тебе страшную тайну расскажу. Или вы думаете, что однажды я копался в своем огороде, нашел граиль сетевого маркетинга? Или, может быть, вы думаете, что все лидеры сетевого маркетинга, зарабатывающие больше 100 тысяч долларов в месяц, это вообще на самом деле и не люди, а представители одной какой-нибудь суперрасы, которая оставила своих потомков на земле, и вот они объединились в одной индустрии. Но согласитесь, это как-то очень смешно звучит. Так вот давайте зададим себе вопрос, что объединяет всех этих людей? Почему кто-то преуспевает в сетевом маркетинге, а почему кто-то не преуспевает в сетевом маркетинге? В чем причина? Наверное, первоисточник, надо задавать вопрос, что делают люди преуспевающие в сетевом маркетинге и чего они не делают? Ну, вы можете сказать, как что делают? Ну, делают они много, они встают рано утром, пьют кофе или поздно вечером, кто-то ложится поздно, кто-то ложится рано, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то живет в США, кто-то в Канаде, кто-то в России, кто-то на Кипре, кто-то еще где. Люди делают очень много. Но давайте зададим себе вопрос, что совершенно точно все эти люди делают? То есть, мы можем, скажем так, предполагать, что кто-то из них любит кофе, а кто-то из них любит чай. Вы знаете, меня умиляет сейчас очень модная такая тема ВКонтакте, в Фейсбуке писать всякие перлы. Недавно мы с Гульнарой Княжевой разговаривали над темой того, что когда мы начинали сетевой маркетинг, у нас таких перлов не было. И каждый такой, знаете, какой-то там притча, какая-то история успеха или какая-то история вообще в принципе, или какой-то перл, какая-то звучная, сочная фраза, они собирались покрупиться. На сегодняшний день это доступно каждому. Откройте Фейсбук, и каждый день куча сетевиков пишет какие-нибудь очень часто банальные вещи, а очень часто и неполезные вещи. Допустим, чтобы быть успешным, то есть надо пройти через трудности. У меня возникает нормальный вопрос. Вы пришли проходить через трудности или вы пришли преуспеть? В чем цель? То есть, что вы выберете сейчас? Получить сразу успех и доход, скажем, 100 тысяч долларов в месяц? Или нет, вы скажете, нет, 100 тысяч долларов в месяц я не готов. Мне нужно сначала 5-6 лет прострадать, чтобы я ощущал, что я их прострадал. Чтобы мне потом на барбекю можно было друзьям за шашлыком, за рюмочкой коньяка или водочки рассказывать о том, как однажды нам было тяжело и трудно, и я все это прошел, поэтому я успешен. Что вы выберете? 100 тысяч долларов сейчас сразу каждый месяц или очень долгий трудный путь и в конце как награду? Ну, ответ очевиден. Каждый выберет, безусловно, естественно, результат сейчас. Тогда почему в жизни мы выбираем все по-другому? Нам обязательно нужно обоснование успеха. И вот это, кстати, очень ключевая проблема. Поймите одну простую вещь. Вам ничего, никому не надо доказывать. Если вы успешны, вы успешны. Если вы не успешны, вы не успешны. Вам не надо доказывать, что ваш успех вы заслужили, потому что вы его просто заслужили. Просто фактом того, что вы родились. То есть, или как вы думаете, что каждый раз, когда человек родился на земле, он по факту заслуживает огромное количество несчастья, и он должен пройти весь этот очень трудный путь для того, чтобы как-то изменить свою карму, а потом у него все началось. Да простят меня те люди, которые очень любят эзотерику и все остальное, но я понимаю, что я сейчас как-то вам немножко разрываю мозг, но я вам открою очень простую, очень страшную тайну. Как я уже сказал, ключ, извините меня за тавтологию, он в простоте. Что совершенно точно делают все преуспевающие люди в сетевом маркетинге? Они составляют список имен, они приглашают людей, они проводят первые встречи, они отслеживают этих людей, они приглашают их на вторые встречи, и они умеют заключать контракт. Следующим этапом они уже умеют работать с новичком, а для того, чтобы работать с новичком, нужно составить список имен, вместе с ним приглашать людей на первые встречи, вместе с ним проводить первые встречи, вместе с ним отслеживать людей, вместе с ним приглашать на вторые, проводить вторые, и начинать работать с новичком. Вот это ровно то, что вам нужно для того, чтобы зарабатывать 10-20 тысяч долларов в месяц, это минимально в сетевом маркетинге. Больше вам не нужно ничего. Возможно, вы сейчас сидите, слушаете это видеообращение, сидя на своем старом диване, в какой-нибудь своей однокомнатной квартире, где-нибудь на краевой географии в вашем городе, у вас в кошельке осталось 1000 рублей. Мало того, у вас есть кандиды в банке, вы должны отдавать долги, у вас нет работы, у вас кончился список имён, никто не приходит и так далее. Но, вы знаете, я хочу вам сказать одно простое. Это не злой урок. Хорошая новость у нас состоит в том, что это не злой урок. И хорошая новость в том, что всё то, что сейчас с вами происходит, это создали вы. Вы можете сказать, ну конечно, парень нам сейчас настроение поднял, то есть я сижу, мне и так тяжело, и он нам говорит о том, что всё то, что у нас есть в нашей жизни, в этом виноваты мы. Но посмотрите на эту проблему под другим углом, на эту ситуацию. Ведь если вы являетесь этой причиной, то вы легко можете эту ситуацию изменить, просто подойти и выключить тумблер. Тумблер проблем, взять его и выключить, просто перестать создавать себе проблемы в жизни. Конечно, сейчас вы можете сказать, ну да, это всё очень красиво звучит, но что конкретно мне делать? Именно это я и хочу вам рассказать. Но единственное, если я перейду к этому сразу, вы скажете, ну да, я это уже слышал, я это уже знаю, как бы как мне это поможет? Нужно искать какой-то супер секрет, скорее всего они его скрывают. Нет, мы его не скрываем, люди, преуспевшие в сетевом маркетинге, ни в коем случае не скрывают, как они достигли успеха, поэтому давайте разберёмся прежде всего вот с чем. Вы слышали о такой ситуации, что люди кончаются? Часто в сетевом маркетинге люди говорят, у меня кончился список имен. У меня к вам просьба, подойдите сейчас к окну. Ну вот просто к окну в комнате, в которой вы сидите. Или посмотрите в окно. Посмотрите, сколько домов жилых стоит вокруг. Найдите какую-нибудь девятьэтажку. Сколько в ней подъездов? Ну, давайте для простоты возьмём, что в ней 10. Ну или у вас две девятьэтажки, точно из окна что-нибудь у вас видно, если, конечно, вы не в селе живёте. Хорошо, в каждом подъезде 36 квартир. В каждой квартире живёт минимум двое взрослых людей. То есть, соответственно, у вас порядка 72 человек взрослых в одном подъезде. В 10 подъездах 720 человек. Вопрос. Сколько из этих людей занимаются сетевым маркетингом? Единицы. Второй вопрос. Сколько из этих людей знают о том, что можно заниматься сетевым маркетингом? Сколько из этих людей знают, что благодаря сетевому маркетингу можно изменить свою жизнь? И финальный вопрос. Сколько из этих 720 человек на сегодняшний день остро нуждаются в деньгах? Ну, я думаю, что из 720, 700 точно. Теперь вопрос состоит в чем? Насколько они нуждаются в этих деньгах? То есть, к примеру, вы по образованию кто-то, скажем, бухгалтер, экономист, вы закончили высшее учебное заведение, вы работаете на работе, вам сегодня там 35 и выше лет, у вас есть уже дети, семья, и вы получаете 20-30 тысяч рублей в месяц. Может быть, кто-то больше. Ну, в среднем 15-20 тысяч. Для кого-то и 20 тысяч хорошо. Вы посвятили 5-6 лет институту, 5-6 лет вы набирались практику, и сегодня, то есть, вот вы имеете все, что имеете. Кредит в банке за холодильник и за ваш телевизор, и невозможность жить нормально. Вы с трудом накапливаете деньги на трехзвездочную или четырехзвездочную Турцию или Египет, может быть, Тунис, или может быть, что-то еще такое. Поменять резину на вашем автомобиле на зимнюю для вас события, это дорого. Вас это устраивает? Я думаю, что нет. Теперь давайте представим, что у меня есть коровник. И в нем есть корова. Специальная такая порода коров, которая какает 5 раз в день. И именно поэтому мне нужны люди, которые будут чистить этот коровник. 3 часа в день, каждый день надо чистить коровник. И я плачу за это плюсом 1000 евро. Вопрос, согласитесь или нет? Кто-то скажет, нет, ну я же высокообразованный культурный человек. Хорошо. Значит, здесь два варианта. Первое, сумма достаточно маленькая. Второе, у вас еще не очень сильно достали проблемы. Давайте представим, что я буду платить 10 тысяч долларов в месяц. За то, что вы будете кидать навоз. 3 часа в день, каждый день, кроме субботы и воскресенья. Согласитесь, не очень престижная работа. Кидать навоз. Но за 10 тысяч баксов в месяц вдруг это становится престижной работой. Потому что если вы скажете своим друзьям, что чем ты занимаешься, я подрабатываю. Кем? Ну ты знаешь, я чищу коровник. Кидаю навоз. И он скажет, фу, какая работа. Да, но я получаю за это 10 тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, что скажут ваши друзья? В основной самой массе они зададут вопрос, а нет ли там еще свободного места. И вот это правда жизни. Кому-то мало 10 тысяч, хорошо. 20. Если вам и сейчас мало, вы ищите, говорит, нет, никогда. Вам нужно идти к психологу. У вас проблемы с головой. Потому что вы живете с маленькими деньгами. У вас дети, их нужно ставить на ноги. Вам нужно устраивать свою жизнь, закрывать кредиты. То есть трансформировать свою жизнь в лучшее что-то. Вам предлагают простую работу 3 часа в день, но не очень престижную, но за престижные деньги. И вы отказываетесь. Потому что вы личность, потому что у вас все что хорошо. Я понимаю, если вы сегодня бизнесмен, вы ездите на хорошей машине, у вас шикарная квартира, у вас хорошие деньги. Вам не надо кидать навоз за 10 тысяч долларов в месяц, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот это правда жизни. Теперь давайте вернемся к девятьэтажкам. 720 человек. Сколько из этих 700 человек будут готовы 3 часа в день, каждый день убирать навоз только для того, чтобы получать тысячу-две тысячи долларов в месяц дополнительно. Я думаю, что если это будет реальность, то это будет из 700 650. Вот заметьте, то есть напротив вас живет 700 человек, из которых 650 нуждается в деньгах так, что они даже за определенную сумму денег готовы ежедневно чистить навоз. Мы говорим не об этом, мы говорим о сетевом маркетинге. Где есть свобода, где есть знания, где есть образование, где есть культура, где есть развитие, где есть какие-то интересы. Вы знаете, сетевой маркетинг будет набирать силу, особенно в странах СССР бывшего. Почему? Я вам назову одну причину. Скажите мне, пожалуйста, что последнего за 20 лет в наших странах произошло с точки зрения культурного развития людей? Я не беру какой-то отдельно взятый бомонд, который есть в каждом городе, который ходит на оперу, который входит в театр, который ходит на какие-то концерты, где билеты стоят каких-то баснословных денег сумасшедших. Вы знаете, я когда стал жить в Европе, я понял одну простую вещь. У нас билет на, допустим, какую-то известную звезду стоит безумных денег. Здесь он стоит 20 евро. Вот в чем разница? Почему у нас это стоит 300 евро, 400, 500, 15 тысяч, 20 тысяч рублей? Здесь это стоит 500 рублей, 500, 600 рублей, 800 рублей. 10, 12, 15, 16, 20. 20 евро это дорого. Это дорогой билет, люди не пойдут. Почему так? Да, в России есть люди, которые могут за это платить, но понимаете, то есть с точки зрения культурной, развития нации, то есть развития людей, обучение чему-то новому людей, создание какой-то системы, образовательные программы, для людей не происходит ничего. Как следствие, что происходит с обществом? Есть голод. И это как раз то, что дает сетевой маркетинг. Вы полосе, посещаете тренинги, вы развиваетесь, вы можете применить свои знания, вы путешествуете, вы ездите на какие-то семинары, на какие-то события в вашей жизни что-то происходит больше, чем дом-работа, 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 дом-работа. Нет, конечно, если вас это устраивает, и вы сейчас сидите и понимаете, что нет, мне это все очень нравится, я себя классно чувствую, я как заведенный там какой-то, знаете, такой вот роботик, то есть хожу, то есть встаю каждое утро, иду на работу, возвращаюсь с работы, значит, кушаю, смотрю телевизор, ложусь спать, утром встаю, иду на работу, возвращаюсь с работы, и в моей жизни ничего не происходит. Вы знаете, я тоже каждый день хожу на работу, я каждый день встаю в 6-7 утра, иногда в 5 утра. Но я просыпаюсь сам, я не пользуюсь будильником, потому что мне неинтересно просыпаться, я жду новый день, каждый новый день, как какое-то огромное событие, потому что я знаю, что этот день будет наполнен огромным количеством позитивных вещей, меня ждет очень много интересного, и я сожалею, что мне приходится так долго спать. Мне не хватает суток для того, чтобы воспользоваться всем тем, что есть в мире. Для чего я сейчас с вами говорю об этом? Посмотрите, мы с вами вернемся к девятиэтажкам. Напротив вас два дома, в них 720 человек, или один большой дом. Из этих 720 человек 700 остро нуждается в деньгах, и 650 готовы даже навоз разгружать за нормальные деньги. Почему бы не предложить этим людям сетевой маркетинг? Как могут кончиться люди? Задайте себе вопрос, сколько населения в вашем городе? Допустим, 100 тысяч. Не важно, 500, миллион, возьмем 100 тысячный город. Если 5% человек занимается сетевым маркетингом, это 5000 человек. Если у вас 5000 человек в организации, и это люди активные, понимаете? То есть у вас будет товарооборот порядка 5-6 миллионов евро в месяц. Это значит, что ваш чек будет составлять 100-150 тысяч евро в месяц. Математика понятна? И в вашем городе совершенно точно не 5% людей занимаются сетевым маркетингом. Вы можете сказать, что это невозможно. Хорошо, сколько процентов людей работает у вас в автосервисах? Тысячи людей. Сколько людей работает в школах? Тысячи. Сколько ходят на завод? Тысячи. Сколько работают бухгалтерами? Десятки тысяч. Продавцами? Десятки тысяч. Это огромная масса людей. Никто же не говорит, ну ты знаешь, количество людей, работающих продавцами в магазинах, приблизилось к критической отметке 3%. Больше это невозможно, эта работа больше никому не нужна. Нет, она нужна. Сетевой маркетинг это тоже самое, абсолютно. Просто это стоит немножечко за рамками понимания. И моя задача прежде всего эти рамки понимания для вас чуть-чуть раздвинуть. Дать возможность вам посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Что вокруг вас, то есть это не у вас кончается список имен. Это не у вас есть проблема, потому что вам нужно где-то взять людей, и они вдруг кончились. Нет, вокруг вас огромное количество людей, которые нуждаются в дополнительном доходе, в дополнительном заработке. Колоссальное. Каждый практически человек, с которым вы сталкиваетесь, хотел бы дополнительно зарабатывать деньги. Но вопрос только в том, как с ним поговорить. Вы сталкивались, наверное, с такой ситуацией, что кто-то зовет своего знакомого, проводит ему рандеву по своей компании, и человек не подписывает контракты. Буквально через день, через два, другой знакомый зовет этого же человека в ту же самую компанию, и человек начинает работать, начинает строить квалификацию, начинает строить организацию, начинает зарабатывать деньги. Почему так? Потому что один говорил о очень высоких ментальных вещах, не понимая, о чем он говорит. Это, знаете, как на Фейсбуке каждое утро открываешь, и куча перлов каких-то непонятных. А другой говорил о практике. О том, каким образом сегодня начать зарабатывать лишние 200 евро. Вопрос к женщинам. Вам сегодня помешают лишние 8-10 тысяч, 15 тысяч рублей каждый месяц? Вы сможете купить на них шмоточку лишнюю. Вы сможете купить туфельки, вы сможете купить сумочку, что-то еще. Каждый месяц это неплохо. Сетевой маркетинг может это дать. Но он может дать и 8 тысяч, и 80, и 800, и 8 миллионов каждый месяц в рублях. Вопрос вашего выбора. Никто не заставляет вас быть профессиональным сетевиком и заниматься этим на 100%. А в этом огромный плюс, потому что вы можете потихоньку, потихоньку, потихоньку стартовать. Здесь нет такого, что да, если ты не приходишь как профессионал, то ты навсегда приходишь в самый низший слой, где люди зарабатывают максимум, там, я не знаю, 8 тысяч рублей каждый месяц. Нет. Вы можете попробовать и передвинуться дальше. Но если говорить о том, что конкретно нужно делать вам. Первое. Важно понять, люди никогда не кончатся. И все эти люди хотят жить лучше. Все хотят жить лучше абсолютно. Каждый человек хочет лучше машину, лучше путешествия, лучше одежду, лучше телефон. Он хочет. И когда вы с этим человеком разговариваете, если вы вот это понимаете, то когда вы говорите с человеком, вы ему задаете вопрос, ты хотел бы жить лучше. Тупой вопрос, я понимаю, но он очень действенный. Ты хотел бы жить лучше? Человек на вас смотрит квадратными глазами и понимает, что вы что-то спрашиваете не то. Можно расшифровать, сказать, ну купить новую машину. Там, больше тратить денег на одежду. Больше тратить время и денег на отдых. Каждые выходные выезжать куда-нибудь отдыхать. Ты хотел бы или не хотел бы? Вот это очень ключевой вопрос, потому что есть люди, которые говорят, нет, меня все устраивает. Заканчивайте разговор с ним. С этим человеком вы просто потратите время. Заканчивайте разговор с ним. Это бессмысленная трата времени. Сам факт понимания того, что основная масса людей хотела бы жить лучше и хотела бы зарабатывать деньги, он дает вам возможность понимать, что люди никогда не кончатся. И тогда вы составляете список имен совсем по-другому. Список имен, его ревизию нужно проводить каждый месяц. Вот вы сегодня сидите, кто-то из вас может быть думает, все, все кончилось, список имен кончился. Или я только начал свой бизнес и составил 30 человек имен тех людей, которые точно пойдут. Задайте себе вопрос, вы не профессионал в сетевом маркетинге. Как вы точно можете думать, что эти люди обязательно будут заниматься им? Вам нужно сесть и начать все сначала, составить список имен еще раз. Вспомнить всех-всех-всех людей, которых вы знаете. В других городах, в других странах обязательно всех их записать. Вы можете сказать, да, но я не собираюсь ехать в другой город. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас может быть нет. Может быть эти люди завтра приедут к вам. Может быть что-то еще. Составьте список имен. Начните. Вот примите решение для себя делать то, что говорят вам вышестоящие спонсоры. Делать то, ровно то, что вам говорят спонсоры. И постараться не делать больше ничего, кроме этого. Потому что очень часто человек делает то, что ему сказали, и еще кучу всего. И сделал он то, что ему сказали на все 100%. И сделал он все правильно. Но благодаря тому, что он дополнительно сделал еще кучу всего. Понимаете? То есть ничего не работает. К примеру, кошку надо было помыть, подстричь, причесать, накормить. А некоторые инициативные потом берут пистолет и еще ее и застрелили. И удивляются, что же с ней произошло. Очень часто так же происходит с бизнесом. Человек сделал все как надо, потом достал пистолет и застрелил в свою организацию. У меня нормальный вопрос. Зачем? Примите решение для себя делать то, что вам говорит спонсор. Примите решение для себя делать только то, что говорит вам спонсор. Тогда у вас ситуация начнет меняться. Первое. Вы должны составить список имен. Большой-большой. И каждый месяц проводить его ревизию. Брать новую тетрадь и переписывать туда людей. Брать новую тетрадь и переписывать туда людей. Вы можете сказать, ну что это изменит? Это же никак не изменит количество людей в моей организации. Это же никак не изменит количество людей в моем списке имен. А вы попробуйте. Совсем недавно я с одним человеком общался в соцсетях. И я сказал сделать то же самое. Пересоставь свой список имен. Была та же проблема. Кончились люди. Он стал составлять свой список имен заново. И о чудо! Оказалось, что он знает огромное количество людей. О чудо! Оказалось, что он начинает вспоминать все новых и новых людей. О чудо! Эти люди вдруг оказалось сами начали выходить на него. Я не знаю, как это объяснить. Но это очень частый случай. Когда ты вдруг вносишь человека в список имен. И вдруг через день-два ты с ним встречаешься. Или он тебе звонит сам. Я не могу это объяснить. Ну, не могу. Но это факт. И среди вас есть люди, которые точно так же знают, что это факт. Потому что вы уже с этим сталкивались. Второй момент. Ключевой. Это приглашение. Вы знаете, часто я вижу сетевиков, которые говорят. У, я устал приглашать. Сколько можно приглашать? Сколько можно проводить рандеву? Но понимаете, это примерно то же самое, что вы пришли работать доктором. И расстраиваетесь на тему того, что вам нужно каждый день одевать белый халат. Я не знаю. Это примерно то же самое, что вы работаете водителем. И каждый день вы говорите, господи, я устал рулить. Но когда же я уже буду профессиональным водителем и перестану рулить? В каждой профессии есть определенные правила. В сетевом маркетинге тоже. Если вы хотите преуспевать в этом бизнесе. Неважно, в какой квалификации вы находитесь. Вы должны приглашать людей. И вы должны беседовать с людьми на любой квалификации. Даже если сегодня вы в максимальной квалификации в своей компании. Вы можете сказать, зачем мне это делать? У меня хороший чек. Для того, чтобы форму не терять. Для того, чтобы вы могли рядовому дистрибьютору объяснить, как сегодня подписывать людей. Как сегодня разговаривать с людьми. Как сегодня можно взять список имен, пригласить людей, подписать этих людей, заключить с ними контракт и построить большую организацию. И сделать так, чтобы и люди, и вы сами заработали деньги. Поэтому приглашение для вас это должна быть святая вещь. На которую каждый день, заметьте, каждый день у вас должно быть выделено время. Если вы приглашаете 2-3 человека в день, чего вы ждете? Вы ждете того, что на вас свалится структура? Вы ждете, что из 50-60 человек вдруг появится кто-то один, кто построит огромную-огромную организацию? Вы ждете вот этого? Этого не будет никогда? Нет, возможно, возможно, есть такие редкие случаи. Даже я, вы знаете, знаю пару, так сейчас в памяти вспоминаю. Есть такие случаи, когда человек пригласил одного, и взорвалась организация, огромный товарооборот и так далее. Но успех того человека, который пришел и построил огромную структуру, заключается опять в том же самом. Он приглашал людей, и он говорил с людьми. Он приглашал людей, и он говорил с людьми. То есть приглашать нужно каждый день. Каждый день. И чем больше чек вы хотите, тем большее количество людей вы должны приглашать каждый день. То есть 15-20 человек это вообще минимальная планка, которая должна быть выполнена каждый день. То есть вам это может быть не нравится, а человек в 10 тысяч евро в месяц вам нравится? Когда вам трудно, когда вы думаете, что ой, я уже устал, я уже не могу. Хотя на самом деле это очень простая работа. Но в силу того, что мы так привыкли, понимаете, нас так научили, нам привычно лежать на диване, отдыхать, ничего не делать, ходить на работу, не понимая смысла этой работы. Вообще не думать о своем будущем. И расстраиваться, сокрушаться по поводу проблем, интереснее смотреть какие-то сериалы абсолютно глупые и так далее. Поэтому в силу вот этих всех вещей комплекса, именно поэтому человеку очень часто бывает, ну как бы трудно. Он знаете, он из такого вот ленивца, который может быть, как ему кажется, несется по жизни просто с бешеной скоростью, начинает трансформироваться в достаточно подвижное существо. Так вот, когда вам трудно, представьте себе, что вы имеете чек 10 тысяч евро в месяц, у вас они есть, они у вас есть в кармане, вы зашли в торговый центр, что вы будете с ними делать? Поверьте мне, через 5 минут у вас поднимется настроение, у вас появится энергия для того, чтобы двигаться дальше. Это называется уметь мечтать. Вы знаете, вы наверное слышали о том, что часто нам говорят, ой, это нереально, что ты размечтался одноглазый, да, то есть у нас куча всяких прибауток, поговорок на эту тему. Посмотрите на меня, я человек из города в 40 тысяч населения, маленький город, мне всегда говорили, что я чокнутый, что я сумасшедший, что это невозможно, что никогда так не будет. Мало того, я могу вам сказать, что это говорили мои близкие люди, поверьте мне, вам будут говорить ваши близкие люди, ваши родители, ваши жены, ваши дети, что вы кретина, что вы сумасшедшие, что это никогда невозможно, что это вообще в принципе в природе не может существовать, что нельзя так сделать. Я могу вам сказать, можно. Можно. И с самого начала, те люди, которые знают меня много лет, я всегда говорил, можно. Можно. Это возможно, несмотря на то, что это возможно, посмотрите, я сижу сейчас перед вами. Это возможно. И если собрать таких, как я, я не один и не уникален, я очень хорошо это понимаю, таких людей в сетевом маркетинге, как я, тысячи, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Из бедных людей, у которых нет перспективы, нет возможности вырваться куда-то, они превратились в бизнесменов, в серьезных людей, людей с годовым доходом, который исчисляется миллионами. Миллионами. Вы вдумайтесь, первый человек в сетевом маркетинге сегодня во всем мире получает миллион шестьсот долларов в месяц. Миллион шестьсот долларов в месяц. Вы скажете об этом любому вашему знакомому, он скажет, что это сумасшедший дом, это нереально, это невозможно. Друзья мои, это факт. И факт того, что это не умещается в его маленькую голову, это не значит, что этого не существует. Это факт. Вы можете себе, допустим, физически представить, что такое скорость света или хотя бы скорость звука, с которой летают военные самолеты. Очень трудно. Но она существует. Вы можете себе представить, что когда вы садитесь в самолет и летите куда-то в другой город, вы передвигаетесь по воздуху со скоростью 800 км в час. Вот визуально вы можете себе представить, что улетит самолет, вот оболочки нет, представим, кресло, вот прозрачный самолет. Как это должно выглядеть? Это представить можно? Хорошо, я вам проще задам вопрос. Когда вы нажимаете клавишу и включаете свет в своей комнате, вы можете себе представить, как это все происходит? Или когда вы берете пульт от телевизора, включаете телевизор, кликаете сотни каналов. Заметьте, 20 лет назад этого не было. Было 2-3 канала и все. Человек, у которого дома был НТВ, считался крутым парнем. Это был богатый человек. Сегодня канал есть у всех. Вы можете представить, как это работает? Нет. Но вы просто берете и этим пользуетесь. То же самое с сетевым маркетингом. Вам не обязательно понимать, как это работает. Вам нужно знать, что вам нужно регулярно нажимать на кнопочку приглашения. Вам нужно регулярно нажимать на кнопочку проведения личных встреч. Вам нужно регулярно делать определенные действия, которые совершенно точно приведут к вас к результату. Вы можете сказать, как я могу быть уверенным. Это то же самое, что вы возьмете пульт от телевизора, нажмете кнопку вкл, чтобы включить его, и будете не уверены, включится он или нет. Нет, конечно, есть вероятность, в пульте сели батарейки, телевизор не подключен к электросети и так далее, и так далее, что он может не включиться. Но у этого всегда есть разумная причина, которую вы тут же можете устранить. И максимум, что вам может понадобиться, это взять, пойти в магазин и купить батарейки для пульта, потому что у вас их нет дома. Но это не сложно. Вот я пытаюсь вам объяснить, что в сетевом маркетинге преуспеть точно так же не сложно, как включить телевизор. Нужно просто понять правила. Первое правило, я вам сказал, это составление списка имен и его ежемесячная ревизия. Пересоставьте свой список имен, начните его пересоставлять заново, сразу, как закончится это видео. Сразу сядьте, не откладывайте в дальний ящик. И вообще перестаньте что-либо откладывать, потому что жизнь очень короткая штука. Те люди, которым сегодня 50-60 лет, задайте себе вопрос, давно ли вам было 18? Те люди, которым сегодня 18, 19, 20, задайте вопрос тем, кому сегодня 50-60, и спросите, давно ли им было 18? Они вам скажут, вчера. Вчера. По моему мнению, мне вчера было 18-20, но мне сегодня уже 34. Уже. И я понимаю, что я моргну глазами, мне будет 44, я моргну глазами, мне будет 54, я моргну глазами, и дай бог мне будет 74. Понимаете, все, вся жизнь прошла. И вам остается только вспоминать, что вы делали в этой жизни, радоваться тому, что вы успели создать. Если вы создали хорошую семью, у вас есть дети, у вас есть внуки, вы наслаждаетесь тем, что вы создали. Но если вы ничего не создавали, чем вы будете наслаждаться? Тем, что вы, собственно, делали. То есть, если вы создали большую серьезную каку, вы будете наслаждаться большой серьезной какой. Не видите мне, посмотрите на тех людей, которые сегодня повыходили на пенсии. Они наслаждаются в основной своей массе большой серьезной какой. И винят в этом они не себя, а винят они в этом кого-то другого. Но я могу вам сказать, что я знаю огромное количество пенсионеров, людей, которые точно так же выросли в Советском Союзе. Точно так же потеряли свою работу, потеряли свою жизнь, все потеряли. И сегодня они живут на пенсии, но они живут хорошо. Они чувствуют себя хорошо. У них есть маленький садик, маленький огородик. Они ходят по грибы, они ходят по ягодам. Всегда есть выход. Всегда есть возможность жить счастливо. Счастье не зависит от денег. Я понимаю, что вы думаете, что если бы у вас сейчас было много денег, вам было бы жить легче. Я могу вам сказать нет. Если вы так думаете, то скорее всего вам было бы жить намного тяжелее. Богатые тоже плачут. Хотя, конечно, в Мерседесе радать легче. Мужчины, если вы думаете, что ваша жена перенет станет вам выносить мозги просто потому, что вы будете богатым, вы заблуждаетесь. Это не кончится никогда. Привыкните к этой мысли. Они такие. Женщины, если вы думаете, что ваш муж начнет вас резко понимать, если вы станете богатым или он станет богатым, на все 100% этого не будет никогда привыкнуть к этой мысли. Мы мужчины. Мы так устроены. И в любом случае вам придется мириться с этим. Либо вы бедные, либо вы богатые. То есть есть вещи неизменные. Вы же не думаете, что вы перестанете ходить в туалет, если начнете зарабатывать миллион долларов в месяц. Вы будете продолжать. Вы же не думаете, что если вы будете богатым, то вы сможете наесться один раз навсегда. Нет. Вы будете продолжать. Вы же не думаете, что если вы будете богатым, то ваши дети будут вас слушаться. Забудьте об этом. Мало того, если ваши дети вас слушаются на все 100%, то и у вас, и у ваших детей проблемы. Надо идти к психиатру. Потому что ребенок должен быть непослушным. Потому что он ребенок. Себя вспомните. Если вы сегодня расскажете своей маме все про свое детство, то, что она не знает, ваша мама посидеет, если она еще не седая. А если она уже седая, то, скорее всего, старенькая, то лучше сразу дать ей волокордина, валерьянки, пустырника и всего, чего только можно. Потому что вряд ли ее сердце выдержит рассказы о том, как вы падали с гаражей, лазили где-то, гуляли где-то, где не надо было гулять. У каждого есть такие истории. Вы думаете, что это поменяется, если вы будете богатым? Нет. Вот эту мысль я хочу донести до вас. Понимаете, богатство гораздо проще, чем вы думаете. И сетевой маркетинг это просто всего лишь очень эффективный инструмент. Это то же самое, что у вас есть выбор сесть на лошадь и поехать в Москву из вашего города на лошади. И второе, доехать до аэропорта, сесть в самолет и лететь на самолете. Вот сетевой маркетинг это как самолет. Вы садитесь и летите. И вы то же самое расстояние проделываете буквально за несколько часов. Просто нужно знать, как использовать этот инструмент. Если вы придете в самолет и сядете в багажное отделение, вряд ли 2-3 часа лета до Москвы вы проведете в комфорте. Скорее всего, что вы очень сильно замерзнете, будет очень сильно некомфортно. Но вы можете купить билеты в эконом-класс и вам будет комфортно. Вы можете купить билеты в бизнес-класс, вам будет еще более комфортно. Но за это придется просто заплатить дороже. Вы можете купить билеты первым классом, вам будет так комфортно, как не было комфортно никогда, если вы не летали еще первым классом. Потому что, скорее всего, отделка самолета в первом классе круче, чем отделка в вашей квартире на сегодняшний день. Вот задумайтесь об этом. Я специально показываю какие-то примеры, не связанные с друг другом, для того, чтобы вы поняли, но вы же пользуетесь более сложными инструментами, чем сетевой маркетинг. Поэтому давайте вернемся к тому, что нужно делать. Первое, список имен. Сразу, как закончится это видео, дайте себе слово, что вы его пересоставите. Второе, вы должны каждый день приглашать, не важно, когда это будет утром, в обед, вечером, но каждый день у вас должно быть выделено время, когда вы занимаетесь только тем, что приглашаете. Это значит, что вы не смотрите телевизор, не слушаете музыку, не отвлекаетесь ни на какие звонки, вы не учите уроки с детьми, вы не гуляете, вы не отдыхаете, вы работаете. И вот когда вы знаете, что у вас есть только час на приглашение, и вдруг на том конце провода появляется какой-то Вася, который говорит вам, ну расскажи мне, пожалуйста, что же, куда же ты меня приглашаешь, скажите мне, пожалуйста, вы будете с ним рассусоливать, вы будете с ним разговаривать, вы будете посвящать 20 минут беседы с ним по телефону, вам что, поболтать не с кем. Если вы каждый день по часу приглашаете людей, то в тот момент, когда вдруг появляется некий Вася, которому вы звоните и говорите, слушай, есть деловое предложение, интересная тема, интересный проект, надо встретиться, поговорить, он говорит, ну расскажи мне, что это такое, ну это сетевой маркетинг. Вы помните в этот момент, что обычно вам это говорит человек, который зарабатывает 15-20 тысяч рублей в месяц, у которого сейчас 40-45 лет ему, у которого высшее образование, у которого куча кредитов, куча долгов, и самое главное, у него нет вообще никакой альтернативы в жизни, просто нет. Может быть одна, пойти себя на органы продать и рассчитаться с долгами за телевизор и холодильники и все остальное, нет у него альтернативы, и вот если вы это понимаете, то вы ему говорите, Вася, перестань мне компасировать мозги, вот просто перестань это делать, то есть если тебе интересно, давай, если не интересно, ты хочешь со мной поболтать, прости, у меня нет времени, и это будет правдой. И когда он может вам сказать, что слушай, ну ты же меня приглашаешь, то вы ему говорите, слушай, у меня есть час, я звоню людям, я приглашаю людей на встречи, я не могу тратить с тобой время, ты мне скажи да, да, нет, или тебе надо подумать, я тебе потом позвоню, давай, все, пока, и очень часто вы сами будете разрывать разговор. И вот в этот момент люди, они начинают вас уважать, люди начинают по-другому реагировать на сетевой маркетинг, понимаете? Совсем по-другому, потому что они понимают, вы их никуда не тянете, вы их никуда не тащите. У них начинает работать мозг, они начинают задумываться. Потому что очень часто человек говорит, это не для меня, и вы ему говорите, ну хорошо, не для тебя, а что для тебя, 15 тысяч рублей после 6 лет в институте, тебе 40 лет, ты зарабатываешь 15 штук, любой мажор прогуливает в клубе за ночь в 10 раз больше, ты зарабатываешь 500 евро в месяц, у тебя двое детей, которые должны тебя слушаться, просто почему, потому что ты их папа или ты их мама? Ну если ты не авторитет в жизни, что ты сделал кроме этого? Я не говорю о том, что деньги являются первоцелью, понимаете, что нужно как бы быть только богатым и все. Нет. Понимаете, дело в том, что богатство без духовного развития невозможно, одно без другого никак. То есть, конечно, есть редкие исключения, когда мы видим абсолютно наголо у отмороженных людей, у которых есть деньги, но они отморожены, на таких единицы. Вы можете сказать, нет, я каждый день смотрю телевизор, в Москве обязательно кто-нибудь гоняет по встречке. Хорошо, сколько человек живет в Москве? Официально 10 миллионов? Неофициально 30? Сколько среди них богатых? Миллионов 20, 15, 10, сколько? Ну вы понимаете, что там огромное количество людей богатых, и они все вечером едут в рестораны, все рестораны в Москве биткомы, в каждом ресторане каждый столик оставляет тысячу-полторы тысячи долларов за вечер. Ну так тогда, извините, утром новостные ленты должны разрываться, потому что сотни тысяч богатых людей должны гнать все по встречке, быть абсолютно пьяными, разбивать машины и так далее. Но ведь это не так. Мы слышим периодически какие-то единичные случаи и говорим, да, это вот они вот с жиру бесятся. Но это неправда. В семье не без уродов, везде есть такие случаи. И вы это прекрасно знаете. Так вот, здесь одна простая тема. То есть, возвращаясь к тематике, да, то есть, возвращаясь к смыслу нашего разговора, смотрите, все очень просто. Вы приглашаете, вы составляете список имен, и вы проводите встречи. Вернемся, то есть, начнем, начнем точнее с встречи, да, встречи. О чем говорить? Я всегда говорю об одних простых вещах. Индустрия сетевого маркетинга, компания, продукт, маркетинг-план, аргументы. Пять пунктов. Я занимаюсь этим бизнесом с 98-го года. Всегда я проводил одни и те же встречи, я всегда говорил одно и то же. Индустрия сетевого маркетинга, компания, продукт, маркетинг-план и аргументы. Это был мой первый семинар, выездной в Москве, в сентябре месяце. Вышел на сцену лидер, который по сей день является крупным лидером сетевого маркетинга. И рассказал, как проводить рун-дву. Он сказал, я делаю все очень просто, всегда одно и то же. Индустрия, компания, продукт, маркетинг, аргументы. Все, и заканчиваю встречу. И больше ничего. Что нужно рассказать об индустрии? Вы знаете, я понимаю людей, знаю людей, которые боятся говорить, что это сетевой маркетинг. Есть такая проблема. Вы сидите и думаете, как же так намекнуть ему прозрачно, что это сетевой маркетинг. Да не надо ничего намекивать. В лоб ему. Детка, это сетевой маркетинг. Это сетевой маркетинг. И это круто. И тебе это не нравится. И почему тебе это не нравится. То, о чем я говорю с человеком в первые минуты, 15 минут, 10 минут на встрече, это то, почему есть негатив о сетевом маркетинге. Давайте разберемся. Потому что огромное количество людей, которые пытаются что-то скрыть. Которые пытаются обмануть. Которые пытаются впарить продукт. Которые непрофессионально работают. Огромное количество компаний, которые по-разному заходили на этот рынок и оставили огромное количество негатива. Скажите, с какой-то индустрией было по-другому? Банки. Вспомните, как начинали работать банки у нас в стране. Что было по-другому? Какое количество банков лопнуло, прежде чем образовались банки серьезные? Что с биржами было по-другому? Какое количество бирж рухнуло? Что с акциями, облигациями? С чем было по-другому? С производством, с фирмами, с заводом? С чем-то еще было по-другому? Совсем всегда было так. Потому что рынок новый, все только начинается. Когда оно начинается, оно начинается ураганом. Это называется время мутной воды. Вот точно так же у сетевого маркетинга было время мутной воды. Я говорю открыто о негативе. Я говорю о том, что люди не хотят предлагать, люди не хотят продавать, люди не хотят чего-то. Я говорю с человеком об альтернативах. Хорошо, если не это, то что? Что другое? Давай посмотрим, что ты найдешь работу, за которую тебе будут платить сколько? Вот смотрите, если вы зарабатываете 1000 евро в месяц, за год вы зарабатываете 12. За 10 лет вы зарабатываете 120. Если вы работаете 40 лет, то вы зарабатываете сколько? 500-600 тысяч, 700, все, ваша цена всей вашей жизни, ну так давайте, может быть, вы достигнете возраста 20-летнего, дать вам сразу 700 тысяч и все, ну по гос, чего зря-то кислород тратить, земля перенаселена, что ты можешь купить на эти 700 тысяч, квартиру в своем городе, домик под городом, хорошую машинку и в принципе все, и это цена твоей жизни, но ведь ты большую часть этих денег просто съешь. Заплатишь за электричество, за воду, за газ, сколько у тебя остается после твоей зарплаты? 100 долларов? 100 евро? За год ты копишь 1200 евро, за 10 лет ты скопишь 12 тысяч? 10-12 тысяч, за 40 лет 40-50 тысяч? Чемпион. Тебя ждет потрясающее будущее, фантастика. Хорошо, не 50 тысяч, хорошо, ты скопил 250 тысяч за всю жизнь, дальше еще поменялось. И как ты хочешь это поменять? Ты ждешь, что кто-то придет и изменит твою жизнь, этого не будет, ты мне не веришь, посмотри на миллионы людей, которые ходят вокруг тебя. Никто не пришел и никто не поменял их жизнь в лучшую сторону, а все старались сделать только хуже. Так же будет с тобой. Почему? Потому что статистика. Какая альтернатива у тебя еще? Начать работать на себя? Да, но это нужно говорить, когда тебе 15-16 лет, пока ты не пошел в институт, пока ты не выбрал профессию, у которой есть будущее. Лучше бы ты дантистом стал. Лечил бы зубы людям, хотя бы денег было больше. Да, работал бы по 20 часов в сутки, но хотя бы денег было больше. Но сейчас-то уже поздно об этом говорить. Бизнес? Ну тебе нужно 100-200 тысяч долларов для того, чтобы начать. Даже открыть маленький магазинчик. Вот в вашем доме можно на первом этаже сделать маленький магазинчик. Знаете, такие магазинчики есть, где можно купить сигареты, воду, колбасу, чай, сахар, хлеб. Ну, такие вещи, кефир, молоко, да. Такие вещи, которые человек, ну не успел он после работы заскочить, он заскочил в свой магазинчик и купил. У этих магазинчиков, как правило, хороший оборот. Но лучше этот магазинчик купить, а на первом этаже квартира под такой магазинчик будет стоить как раз порядка 100 тысяч долларов. Плюс вам нужны деньги в оборудовании, вам нужны деньги в продукты, в обороты и так далее. Вот и получается порядка 200 тысяч долларов, 6-8 миллионов рублей вам надо. Они у вас есть? Нету. А кто вам их даст? Банк. И у вас будет прибыль 10%, а процент по кредиту 17. Отличная идея. Где вы будете брать еще 7? Устроите на 7 работ жену, чтобы она работала и эти 7 процентов покрывала в банк? Какие варианты у вас есть еще? Стать мега стар инвестором. Конечно, купите 10 квартир на Тверской и сдавайте их в аренду. Каждая квартира маленькая, двухкомнатная обойдется вам в миллион долларов. Сдавать можно в среднем за 4-5 тысяч долларов. 10 квартир 40-50 тысяч долларов в месяц. Прекрасно. Замечательно. Только вопрос в том, у вас есть 10 миллионов долларов? У вас есть 10 миллионов долларов? У вас их нет. Теперь как вы собираетесь строить свою собственную жизнь? Вы понимаете в этот момент одну простую вещь? Все уже решено. Все уже за вас решено системой. Вы проживете всю свою собственную жизнь и ничего не поменяется. Ну, не для вас Монако. Не для вас Ницца. Ну, можно сказать, не так уж и хочется. А Лубка и Алушта тоже нормально. В Джубге тоже прикольно. Где-нибудь под Сочи тоже замечательно. Ребята, классно. Я во всех этих местах был. Мне очень понравилось. Но поверьте мне, в жизни есть очень много вещей, мест хороших, куда можно поехать и провести время с пользой. Но это не для вас. Забудьте. Не смотрите на дорогие ценники. Не одевайте дорогие платья, хорошие костюмы. Перестаньте кушать хорошую еду. Питайтесь чем-нибудь, где в колбасе 50% туалетной бумаги. Но это не для вас. Но если вы к этому готовы, морально, что все, вы заняли свой уровень, вам нужно просто немножко подождать. Это не будет простым путем. У вас будет огромное количество проблем, а потом вы сдохнете. И ваши родственники будут шокированы, потому что нужно будет собирать на похороны. Вы знаете, да, там кто-то умер и всегда собирают на похороны. Знаете? То есть мало того, что он умер, у них горе. Так им еще и проводить их не на что вообще в последний путь. Вы выбираете сами. Или вы можете что-то поменять. Ну как? Какие альтернативы у вас есть, кроме сетевого маркетинга? И вот здесь человек, который вас слушает, он начинает понимать, что блин, а что же мне делать-то? А оказывается, альтернативы-то нет. Если вы не родились в семье бизнесменов, если ваш папа или мама не занимает хороший пост где-то, если вы не суперталантливый человек, вот я не суперталантливый человек, я это очень хорошо понимаю, ну не умею я играть в хоккей. Понимаете? Ну если я сейчас начну вам играть на скрипке, у вас уши повянуты. Ну не могу я там, как Коля Басков или Стас Михайлов, скакать по сцене и петь. Ну не умею я кататься там на коньках, на фигурных. Ну не могу я, как Шарапова, играть в теннис. И список можно продолжать. Если вам сегодня 15-16 лет, то тогда вы можете, конечно, у вас вся жизнь впереди, вы можете сейчас начать очень много работать для того, чтобы учиться, для того, чтобы получить хорошее образование. И когда вы закончите школу, вам нужно будет идти в институт. То, чтобы поступить в институт, вам опять понадобится что? Деньги. И если у вас их нет, то обязательно есть в этом институте три каких-нибудь свободных места на бюджете, на который конкурс 300 человек. И вот здесь вам опять придется быть очень сильно талантливым человеком. Для того, чтобы из этих 300 выделиться так, чтобы попасть хотя бы на одно это место. Понимаете? Тупик. Опять тупик. Не надо фантазировать, мечтать надо, фантазировать не надо. Не надо пытаться придумать, что прилетят фиолетовые драконы и спасут нас от этого. Никто не прилетит. Только вы сами. Можете что-то поменять. И вот когда человек сидит напротив вас, и вы ему это говорите, вот, я занялся сетевым маркетингом. Почему? Когда я заканчивал школу, в последней четверти, я сел и понял, что мне нужно начинать жить. И я себе задал вопрос, а как жить? Я посчитал, что мне нужна квартира, где жить. Мне нужна хотя бы какая-нибудь машина. Пусть там четверка Жигулей, тройка Жигулей, неважно. Мне нужен какой-то маленький приусадебный участок, шесть соток, чтобы картошку, помидорки свои сажать, курей разводить, чтобы там зимой семью кормить. Я посчитал все в этой 12-листовой тетрадке. Вплоть до розеток и штор. Я не поленился, в магазин сходил. Понимаете? Не поленился. И когда я вывел сумму в своем маленьком городе в 40 тысяч долларов, что вот мне для того, чтобы обеспечить минимальный, качественный уровень жизни, иметь какую-нибудь машинку, иметь не супер большую квартиру, а какую-нибудь квартиру, иметь не супер дачный участок, а дачный участок, потому что, чтобы я с него кормился. Я понял, что мне надо порядка 40 тысяч долларов. Вот здесь я задал вопрос, что же делать-то? Куда идти-то? И, понимаете, ткнулся в один институт, во второй, в третий и понял, что нет, невозможно. Можно по военной кафедре пойти. Берут, берут с руками, но потом 8 лет в сапогах. Понимаете, 8 лет в сапогах. То есть, это сегодня я только бы закончил эту военную кафедру. Вдумайтесь. То есть, мне 34 года, и если бы мне повезло, то я только сегодня вышел бы, не имея ничего, отработав государству свое образование. И только сейчас начал бы, что? Свою жизнь. Вы знаете, я очень благодарен, что я познакомился с сетевым маркетингом. Я очень благодарен своим родителям, что они привели меня в эту индустрию. Потому что сегодня мне 34 года, и слава тебе, Господи, я успешный человек. Это благодаря сетевому маркетингу и моим родителям. Но если бы я пошел на военную кафедру, я только сегодня бы вышел, не имея ничего. И только сейчас начинал бы жить. Классно. И вот когда я вот это все осознал, я был в шоке. Потому что я понял, что шансов немного. И через неделю меня познакомили с сетевым маркетингом. Да я зубами за эту идею ухватился. Зубами. Потому что я понял, что ну нет у меня шансов по-другому. Ну нет возможности. Конечно, если вам повезло, такой процент людей есть. Вы живете в богатой семье, уже кто-то впереди вас дорожку проторил. Продолжайте, развивайте семейный бизнес, вкладывайте себя, двигайтесь. Но в большинстве случаев-то это не так. И когда я говорю об индустрии сетевого маркетинга, я человека спрашиваю потом, и что ты будешь делать? У тебя есть другие варианты? Предложи, я послушаю. Давай. Принцип пионерии. Отвергаешь, предлагай. Сетевой маркетинг не для тебя. А что для тебя? А что для тебя? Зайка, а для тебя в этой жизни больше ничего нет. Все. Ты же не кум королю и не племянник министру. Значит все. Будь любезен, знай свое место. Так всегда было. Спросите у бабушек, дедушек, что-то новое сейчас я вам сказал. Нет. Так же было при Советском Союзе. Не безусловно, люди ходили, работяги имели работу, но по большому счету все было точно так же. Потому что, чтобы купить машину, надо встать в очередь, а чтобы встать в очередь, нужно блат. Чтобы купить холодильник, надо встать в очередь, а чтобы купить холодильник, надо блат. Чтобы купить стенку в гостиную, нужно встать на очередь, а чтобы встать на очередь, нужен блат. И поэтому у одних было все, а у других не было ничего, кроме хорошей зарплаты, которую можно потратить только на еду и выпивку. это не всегда еще и на выпивку и не всегда еще на качественную но хорошая новость в том что есть индустрия которая дает возможность любому человеку стартовать и преуспеть именно поэтому в ней во всем мире миллионы людей и 95 процентов если не больше пришло в эту индустрию от безысходности от того что их задавили проблемы от того что им просто то есть стало тяжело вы знаете вот в нашем офисе работает здесь огромное количество очень профессиональных людей каждый месяц последний месяц месяца извините за тавтологию для них это месяц очень грустный день очень грустный потому что выходит рейтинг с чеками и когда они видят что они с хорошим образованием получившие его в разных странах мира серьезные перцы бухгалтера юристы кто-то еще получают несколько тысяч евро наши лидеры получают несколько десятков тысяч евро когда они видят как люди начинают свой бизнес и за полгода взлетают на уровень человека 20-30 тысяч евро в месяц им становится плохо это самый грустный день в офисе и вы знаете что меня радует что каждый месяц этот день становится все грустнее и грустнее потому что все больше и большее количество людей зарабатывают деньги в компании вы делаете выбор если вы поговорите с человеком так об индустрии и это основная тема вашей встречи все у человека нет аргументов против лома нет приема если нет другого лома а у него лома нет скажите пожалуйста тогда есть важность и разница как вы рассказываете о компании вам достаточно рассказать компания родилась тогда вот ее минимальная история зарегистрирована там вот документы все вам необходимо раскрывать тему продуктов вам достаточно сказать мы работаем с продуктом таким 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 у этого продукта плюсы такие плюсы такие плюсы такие плюсы такие результаты такие 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 продукт классные компании иначе бы с ними работала все понятно потом все изучу сам все понятно и вам нужно рассказать маркетинг Показать человеку, как он заработает свою первую тысячу евро в месяц. Мы с тобой вместе сделаем список, начнем приглашать людей, кто-то купит продукт, кто-то начнет заниматься бизнесом. Вот у нас будет с тобой столько человек в организации, это даст тебе человек в тысячу евро. И дальше вам нужно выложить аргументы. Бац, 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 бац. Один за один. Аргументы лично для вас. Почему вы выбрали эту компанию? Почему вы не выбрали другую? Это всегда должны быть ваши личные аргументы. Вы должны сами себе задать вопрос, а я почему здесь? Может быть мне лучше пойти, скажем, в Reflame, в Mary Kay, в Herbalife, Amway, в Avon, в NL International. Огромное количество прекрасных, замечательных компаний. То есть вы себе должны ответить на вопрос, почему лично вы, не почему ваш спонсор, не почему топ-лидеры, потому что это их причины. Ваши причины какие? Почему вы здесь? И когда вы говорите человеку, почему вы здесь, почему вы выбрали эту компанию, вы говорите сердцем, человек вас слышит. Он вас слышит. Но все начинается с первой части беседы, в тот момент, когда вы говорите об индустрии. И все. И встреча занимает 30-40 минут. И все. И человек отправляется домой, потому что это его выбор. Вы говорите ему, ты можешь вернуться в ту жизнь, в которой ты жил, где у тебя нет никаких шансов. Все. Все предопределено, все решено за тебя. Ты можешь прыгать сколько угодно. Максимум чего, ты ударишься от потолок. Все. Или тебе будет страшно, и ты займешься чем-то новым. Но я буду рядом, мы будем это делать вместе. У меня есть спонсоры вышестоящие, все замечательно. Решай. Сию, до свидания. Увидимся. Позвони мне. Я перезвоню тебе завтра. Пока. Все. Человек возвращается с чем-то, что вы положили к нему в голову. Он начинает думать о своей жизни. Если вы человека на рандеуне заставили задуматься о жизни, считайте, вы провели встречу зря. Зря. Но это 30-40 минут. И благодаря вот этой системе, смотрите, если вы посполняете список имен, вы его переписываете каждый месяц. Вы приглашаете людей каждый день. Каждый день у вас есть час или два времени выделено, допустим, с 10 до 12, я на приглашение. Все. Кто-то говорит, да, но я работаю. Хорошо, приглашаю в обеденный перерыв и сразу после работы один час. Все. Да, но я устал после работы. Дорогой мой, никто не виноват, что такая ситуация. Хочешь быть бедным, будь им. Если хочешь что-то менять, тебе придется пахать. Это плохая новость. Сетевом маркетинге, деньги с неба не валятся. Это ужасная новость. Вам их придется заработать. Поэтому придется выделить время. И если вы составляете список, вы приглашаете каждый день людей, вы проводите встречи так, как я вам сказал, призывая людей задуматься о их жизни, поверьте мне, вы очень быстро сформируете свою первую линию. И не просто каких-то непонятных заек, которые от дуновения и ветерка ложатся с гриппом и начинают стонать вам о том, что у нас кончился список имен, меня никто не слушает. Вы знаете, я вообще сомневаюсь, смогу ли я или не смогу. Я всегда отвечаю, ты сомневаешься, что ты сможешь, ты не сможешь. Все, уходи, иди домой, умри. У тебя кончился список имен, все, бай, давай домой. Все, спасибо, ножом, у тебя кончился. То есть, когда человек начинает играть в жертву, я не собираюсь играть с ним в эту игру. Не люблю я такие ролевые игры, понимаете. Не нравятся они мне. Не собираюсь я с этими нытиками сидеть. Если ты перестаешь ныть, давай вместе, плечом к плечу. Знаете почему? Потому что я весь этот путь прошел. Я знаю, как ему на самом деле. Я это съел сам. Каждый миллиметр я на своей хребтине это все вынес. И поэтому я совершенно четко понимаю, как ему на самом деле. Поэтому я имею право таким образом рассуждать. Потому что я понимаю, что я его буду жалеть, я его сделаю только жалким. Мне нужно его вытаскивать. Мне нужно ему помогать. Мне нужно протянуть руку помощи. Ни в коем случае не жалость. Это примерно то же самое, когда человек тонет в воде. Вы вместо спасательного круга одеваете ему петлю на шею и кидаете огромный камень. Вот что такое, когда вы проявляете жалость. Человек не ждет от вас жалости. Человек ждет от вас помощи. И помощь заключается не в жалости, а в том, чтобы выдернуть человека из этой ситуации. Показать. Посмотри, миллионы людей по всему миру до нас это сделали. И мы с тобой сделаем. Так что давай успокойся, сядем и начнем просто двигаться. Вперед. И все будет хорошо. Сегодня мы с вами поговорили об очень многих вещах. Мне хотелось бы, чтобы это послание было такое, знаете, немножко домашнее, может быть, эксклюзивное. Чтобы вы смогли пользоваться им. Потому что вы те люди, которые были на событии в октябре. Чтобы это осталось в вашей истории. Чтобы вы знали, что вот этот тренинг писался специально для вас. За несколько недель до самого этого события. Чтобы он был для вас, этот тренинг, символичным. Чтобы вы его пересматривали. Поэтому я постарался раскрыть для вас на очень простом, может быть, несколько домашнем языке. Вопросы того, как быстро, четко, эффективно построить организацию. Переслушайте этот тренинг много-много раз. Я вас очень прошу, сделайте то, что я вам говорил сейчас в этом тренинге. И вы увидите, как изменятся ваши результаты. Как изменится качество вашей жизни. Как через очень короткий промежуток времени вы выведете свой собственный бизнес на совершенно новую высоту. И до встречи с вами на семинарах и мероприятиях компании. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok